Ребята, скажите, пожалуйста, неужели так сложно найти голкипера? В общем-то, на этом можно было интервью закончить? Нет, подождите, подождите, я объясню. Нет, Константин, вы хороший вратарь, но вы просто... Ну, подождите. Голосование будет на лучшее, я, блядь, я подвяжу никона. Ну, вы в прогнозе написали о том, что у вас нет номинального голкипера, что вы его ищете, поэтому такой вопрос. Просто хороший вратарь, на самом деле. Это очень хорошо. Вратарь с историей, и, к сожалению, так выходит в футболе, что нужно своему вратарю помогать. К сожалению, Константин на этой помощи сегодня не дождался, причем 11 раз, поэтому... Нет, я была на юге, вы действительно хороший вратарь, Константин, вы ничего не подумайте. Ну, сегодня не получилось, родной, дорогой. Ничего страшного, у тебя все получится еще. Ну, вот смотрите, неужели вы уже вторую встречу проигрываете с таким разгромным счетом? Неужели это вот только из-за каких-то моментов одного игрока? Конечно, это все командная работа, с которой мы стремимся. Первый матч мы проиграли не так сильно. На самом деле, там счет 5-0, но мы пропустили два гола на 40-й минуте. Там был 3-0 счет, и была плотная борьба, намного плотнее, чем сегодня. Думаю, что сегодня нам очень не хватило Никиты Уварова в каких-то эпизодах, потому что он реально связующее звено между атакой и обороной. Сегодня у нас этого связующего звена не было, но был огромный разрыв между линиями. Это если реально о каких-то причинах футбольных говорить. Стоит отдать должное, что соперник бежал до последней минуты. То есть он не отпускал, не расслаблялся. Парни тоже под давлением. То есть Константин очень, я считаю, многого требовал от ребят. И он просто подавил их авторитетом. И ребята лишний раз боялись ошибиться, что в процессе в 2-3 раза усугубляло их вот эти вот ошибки. Вот как раз-таки про Уварова. Где он? Потому что его ждали на этом матче. Он нужен был вам? Вы его ждали, да? Не только я. Не только вы. Мы тоже его ждали. На самом деле вопросов нет к Никите. Взнос дал человек. Остальное уже... На самом деле у него работа, он детский тренер. И у него по выходным матч у детей. К сожалению, не получилось поставить матч так, чтобы он приехал. Ну, мы как бы команда, а не Никита Уваров. Парень работает на то, чтобы Гарпастумов в дальнейшем было гораздо меньше. Ну, киболистов все-таки он пытается сделать. А, извините, я пока, да. Плохо подвесаю.